Немногие жители микрорайона Загородный в поселке Шамхал-Термен застали стабильное электричество в своих домах. С 2003 года люди обращаются во всевозможные инстанции, однако проблемы с обеспечением качественной электроэнергии не решались. Все обращения заканчивались переносом проблемы на следующий год. И так раз за разом. Компьютер включает, пропадает все перенапряжение, замыкает, сколько уже сгорело этих трансформаторов. Поэтому сколько жалуемся тоже туда, в город. Если честно, брат, вот сейчас утро, если даже 6 часов что-то включить, то может стиральная машина работает. Но нужно холодильник вытащить, там еще что-то вытащить, чтобы одна стиральная машина работала. Когда ты стиральную машину выключаешь, то холодильник включаешь. Ночью, например, где-то 7-8 часов полностью все выключаешь. Какой-то период, часа два, нужно все выключить, чтобы хотя бы нормализовался свет. Настолько все это и портится. И вот горят телевизоры. Вот соседка, девушка живет, говорит, там дорогой телевизор купила, там смысла нет его включать. Просто он один раз горел, уже ремонтировал, говорит, его смысла нет включать. Но вот появилась надежда. И жители уже ждали положительных изменений. За работу взялись представители Республиканского отделения Общероссийского народного фронта. После долгих тяжб в населенный пункт провели новую линию электропередач и установили новый трансформатор. Но вот незадача. 40 дней трансформатор стоит без дела. Установить установили, а подключить не получается. Было обращение, прошло почти два года, когда получили мы обращение. Выехали, изучили, обратились к руководству республики, руководству города. Ну, есть продвижки. Город, Ужикихагорода построили сети, установили трансформаторный пункт. Установили порядка 70 опор. Линия электропередач порядка больше двух километров построена. Сейчас осталось, можно сказать, уже процентов 90 работы сделано, осталось 10 процентов. Вопрос на сегодняшний день стоит, что хотим получить технические условия у Дагенерго, вот сетей Северный Кавказ, филиал Дагестана. Со слов Ужикихагорода обратились. 40 дней назад было обращение на получение технических условий, но, к сожалению, на сегодняшний день технические условия не получены. Многое уже выполнено, остался последний рывок – получить тех условия на эксплуатацию трансформатора. Представители Народного фронта обещают дожать данный вопрос. А людям в это время остается включать электроприборы по очереди, чтобы пробки снова не выбило. Карим Даниев, Салман Гитихмаев, телеканал ННТ, поселок Шамхал-Тирмен.